Компания Expedia работает с Москвой и Московской областью достаточно давно. Я пришел в компанию в начале 2008 года. Чтобы дать материал для сравнения, в тот момент мы работали примерно с 20 отелями. Сейчас цифра отелей, с которыми мы работаем, достигает примерно 450. Прогресс налицо. Практически все нормальные, адекватные отели подписаны, с нами работают на тех или иных условиях как крупные сетевые, так и независимые, так и мини-отели и хостелы. Единственное исключение мы пока делаем для сетей апартаментов, потому что мы рассчитываем, что на рынок альтернативных средств размещения, в том числе апартаментов, придет наш вновь приобретенный бренд HomeAway, у которого есть все технические средства для полноценного представления альтернативных средств размещения на сайте HomeAway. Рыдом мы не делим, потому что каждый бренд работает на общую цель, а общая цель – это давать возможность путешественникам со всего мира приезжать в Москву и Московской области. Основные наши бренды – это Expedia, Hotels.com, Travelocity, Orbits, HomeAway, eBookers, ChipTickets и многие-многие другие. Как уже справедливо упоминалось, компания «Глобальная» присутствует по всему миру, в том числе в России, локализованным брендом Hotels.com. Если мы говорим о бренде Hotels.com, то в январе мы запустили совместный проект с авиакомпанией «Руслайн» по брендированию самолета авиакомпании в ливреях Hotels.com. Самолет получился очень красивый, успешно летает из Москвы по регионам России и в некоторые города Западной Европы, в частности в Осло, недавно увидели во Вроцлаве, в Праге и в некоторых других городах. Бренд Expedia подразумевает чисто технически, что гости могут бронировать полный цикл путешествий, то есть отель, перелет, прокат машин, может быть круизы, может быть экскурсии, все вместе за один раз. Этим бренд Expedia выгодно отличается от всех других брендов, в том числе наших, в том числе и брендов других каналов . Hotels.com, в свою очередь, специализируется исключительно на предоставлении гостиничных услуг, но в то же время он полностью локализован во многих-многих странах мира, включая Россию, чего пока у нас нет с брендом Expedia. Надеемся, что это произойдет рано или поздно. Что касается гостей, которые выбирают тот или иной бренд, в принципе это зависит от предпочтения гостей в первую очередь, к каким брендам они привыкли, к каким брендам, может быть, они проявляют большую лояльность и даже зарегистрированные пользователи, являются зарегистрированные пользователями. И во вторую, главную очередь, это от вкладывания соответствующих брендов в ту или иную маркетинговую стратегию по продвижению брендов на том или ином рынке. Hotels.com, например, отличается более агрессивным маркетингом по отношению к России в общем и к Москве и Московской области в частности, потому что мы проводим на сайтах брендах Hotels.com распродажи, полностью локализованные на русском языке, нацелены на гостей, приезжающие в Москву, в Санкт-Петербург, в регионы России, в Сочи и так далее. Expedia пока не локализована на русском языке. Если сравнивать Москву, наверное, все-таки с Восточной Европы, которая более близка нам по способам бронирования, по менталитету, в конце концов, то мы увидим, что в принципе Москва входит в верхнюю десятку столиц Восточной Европы. Первое место у нас на сайтах занимает Прага. За Прагой идет Будапешт. Москва уверенно входит в верхнюю десятку с примерно похожими темпами роста по таким городам, как, например, Бухарест, София и другие страны, скажем так, Южной Европы, другие города Южной Европы. Потому что, если говорить о Праге и Будапеште, то эти рынки наиболее зрелые в нашем регионе, и темпы роста по этим городам немножко отличаются на в сторону уменьшения от темпов роста, скажем так, вторичных рынков и тем более от темпов роста третичных рынков, то есть те рынки, на которые мы вышли достаточно недавно и которые развиваются ударными темпами с превышением роста продаж год над года в двукратные, двузначные проценты, двузначные цифры процентов. Москва, в принципе, является уже достаточно зрелым рынком с точки зрения онлайн-бронирования. Как я уже упоминал в начале, порядка 450 отелей по всему региону с нами уже сотрудничают. Мы продолжаем подписывать отели в Москве и в регионе, и надеемся, что с течением времени практически все отели, которые хотят и могут с нами работать, будут с нами работать. Если говорить о Восточной Европе в целом, то ситуация может кардинально отличаться даже в соседних странах и в соседних городах в пределах одной страны. Москва все-таки достаточно крупный город, мировая столица, здесь очень много чего происходит, здесь достаточно продвинутая аудитория, в том числе и целевая, в том числе и аудитория отельеров, которые готовы с нами работать. Поэтому можно сказать, что проникновение онлайн-систем бронирования на наш российский, на наш московский рынок, оно идет с разных сторон. Во-первых, когда мы пришли на рынок, в принципе онлайн-системы как таковые были не очень развиты, это было примерно 10 лет назад. С другой стороны, и отелей в Москве и Московской области было достаточно немного, потому что за прошедшие 10 лет было построено очень много хороших, качественных отелей, которые предоставляют сейчас для наших гостей хороший качественный продукт. Таким образом, мы заходим и с одной стороны, и с другой стороны. Общие тетенции рынка, рынка развития онлайн-бронирований, они подкрепляются общим развитием рынка строительства гостиниц в Москве и Московской области, и это не может не радовать. Аудитория сайтов группы компании Expedia практически весь мир. Каждый месяц на наши сайты в совокупность заходит более 600 миллионов уникальных посетителей, это очень большая аудитория. У нас, кроме того, что сайты посещают большое количество человек, эти люди, они еще являются и лояльными пользователями, которых у нас для всех сайтов порядка 73 миллионов человек по всему миру. Эти лояльные гости являются повторяющимися клиентами, они наиболее цены для отелей, потому что они живут дольше, бронируют чаще и денег отелю оставляют в итоге больше. Если спускаться с глобального уровня на локальный, Москва и Московская область бронируются очень большим количеством стран, путешественникам из больших количеств стран, и по итогам прошлого года мы оцениваем количество стран, из которых в Москву бронировались путешественники на уровне 75-80. Это очень хорошая цифра. На первом месте, если говорить о потоках гостей, все-таки мы выделяем для себя Соединенные Штаты Америки. На втором месте россияне. Далее идут очень длинным хвостом, как мы его называем, практически все значимые страны. Это Великобритания, Германия, Франция, Канада, страны Юго-Восточной Азии очень хорошо растут, например, Дюжная Корея, Австралия, Латинская Америка, практически весь мир едет в Москву и Московскую область, потому что это все-таки столица России. Насколько мы видим по косвенным признакам, потому что мы не заставляем гостей обязательно обозначать цель поездки, примерно 28% наших гостей приезжают на выходные в Москву. Эта цифра растет год от года на уверенные двузначные проценты роста, что не может не радует. Это дает нам понять, что в принципе потоки в Москву смещаются, наверное, все-таки от более деловых в более развлекательных. То есть все больше и больше людей остается на выходные, бронируют длинные проживания, 3-4 дня на выходные. И таким образом закрывает пробелы в микросезонности, потому что не секрет, что Москва имеет микросезонность. Каждые выходные это небольшой спад по загрузке. Если говорить про Московскую область, я в первую очередь выделил бы три аэропорта, которые привлекают на себя большую часть путешествий и путешественников в регион. Не в Москву, а в регион. Потому что аэропорты крупные, международные. Путешественники едут со всего мира, даже может быть более разнообразно, чем непосредственно в Москву, потому что много транзитных пассажиров. Это первая часть. И вторая составляющая — это региональные центры. Серпухов, условные Мытищи, Дмитров, Подольск и прочее. Там скорее преобладание российских путешественников иностранными, потому что, за исключением некоторых центров развития иностранного бизнеса, как в Ступино, где открылся ИБИС, мы видим, что в основном это командировочные по своим делам, из России в Россию, либо это отдыхающие, если наступил низкий сезон или сезон праздников, как июль-август, или как майские праздники, когда российские путешественники, жена, отправляются отдыхать в подмосковные санатории. То есть рынок очень разнообразный. За счет того, что мы даем потоки самых разнообразных путешественников, мы закрываем спрос на те или иные потоки в те или иные регионы по тем или иным сезонам, сглаживая таким образом либо микросезонность, либо макросезонность, которая происходит, как правило, в июле-августе и потом в ноябре-декабре. Наверное, можно различать внутренний туризм внутри России и внутренний туризм выездной. Мы замечаем, что в связи с укреплением рубля выездной туризм опять начал расти хорошими темпами, и потоки россиян за рубеж начали расти более уверенно, чем это было в прошлом году. Да, действительно, потоки россиян, путешествующих за рубеж, росли в прошлом году, но достаточно скромными темпами, потому что, как мы знаем, рубль был достаточно слабым. Что касается выездного туризма, то он растет во всем мире, в том числе и в Россию, в том числе и из наших сайтов. За прошлый год Expedia потратила на развитие технологий в целом более 1 миллиарда 200 миллионов долларов, которые мы фактически реинвестируем в обучение отельеров. В том числе совсем недавний наш новый продукт, запущенный для отельеров, называется REVPLUS от слова revenue. Он уникален на рынке онлайн бронирования тем, что он дает возможность отельерам, у которых ранее не было никакого способа получить взвешенную информацию, инсайдерскую информацию о движении на рынке отелей того иного региона, доступ к этой информации для того, чтобы на основе этой информации принять какие-то взвешенные, информированные решения о том, как им устроить стратегию продаж на те или иные периоды, на периоды низкого сезона, на периоды высокой загрузки, что происходит с ценами на рынке, что происходит с ценами у конкурентного набора, который можно выбрать в экстренате Expedia для отслеживания и так далее. Это уникальный продукт, который мы запускаем в середине мая, в том числе для всех российских отельеров на русском языке. Я надеюсь, что мы успеем к этому моменту локализовать. Мы уже несколько раз с моими коллегами проводили вебинары для московских отельеров по этому новому продукту, получили очень хорошие отклики, потому что, в принципе, как я уже говорил, продукт уникальный. Никто из других каналов пока, насколько я знаю, не представляет в таком формате с такой глубиной подачи материала помощь для отельеров в улучшении стратегии продаж в целом в сегменте онлайн. Я думаю, что можно сказать, что и в целом помощь в улучшении продаж, потому что на основе нашего огромного массива данных, которые мы закачиваем в эту систему, отельеры могут представлять себе совершенно четко, что происходит в тот или иной момент времени, в том или ином сегменте, на том или ином отрезке временном. Как им представлять себя, какие цены выставлять, куда смотреть и кому обращаться за помощью, если что. Это, во-первых, это наш продукт «Равплас», который запустился буквально недавно. Второе, связанный с этим продукт, который мы достаточно давно уже включили в Extranet Expedia, он в принципе называется «Аналитика», который в свою очередь включает в себя «Равплас». Аналитика представляет из себя полноценную информацию по продажам отеля на наших сайтах, с возможностью просмотра и скачивания отчетов по самым разнообразным разрезам деятельности отеля, с возможностью настройки тех или иных параметров, с возможностью добавления тех или иных промо-акций и так далее. Все это в совокупности дает отельерам возможность как можно более тщательно настроить продажи, настроить стратегию своего отеля по максимальному извлечению прибыли из сотрудничества не только с нами, но и на рынке в целом. Насколько мы видим, в целом уровень отношения отельеров не только по Москве, а по России в целом требует постоянного напоминания о том, что мы стараемся донести до отельеров как можно больше полезной для них информации, дать им как можно больше инструментов для работы как с нашими сайтами, так и в целом для развития собственных отелей. Это относится и к системе аналитики, это относится и к системе рейтинга по контенту, по фотографиям, которого мы встроили достаточно давно в рейтинг отеля на сайтах. Раз уж мы об этом заговорили, то я напомню, что рейтинг отеля по контенту встроен в общий рейтинг отеля при выдаче отеля на наших сайтах и напрямую влияет на продажи в итоге, потому что чем выше общий рейтинг отеля, тем выше он встает в выдаче на сайтах, тем больше у отеля шансов быть увиденным и быть забронированным. По многочисленным исследованиям первая треть, первая верхняя треть страницы на сайтах бронирования получает примерно 75 всех просмотров. То есть мы в том числе проводили многочисленные исследования, в том числе с использованием датчиков в виртуальной реальности, куда смотрит глаз гостя во время выбора отеля при бронировании, мы понимаем, что как раз верхняя треть экрана привлекает на себя максимальное количество взглядов и максимальное количество шансов у отельера получить бронирование, если он находится именно в верхней третьей странице на сайтах. Соответственно, отельеры должны прилагать максимум усилий, чтобы рейтинг их отеля был максимальным, при прочих равных это дает им максимальные шансы получить бронирование. Помимо того, что рейтинг отеля отражает обязательно так называемый content score отеля, это правильность представления отеля на сайтах, в которые в свою очередь входит правильность представления продукта, конкурентность тарифов, фотографии, их количество, их качество. Но туда также входит и рейтинг по отзывам гостей, безусловно, тоже очень важная составляющая. Чем лучше отель имеет отзывы от гостей, тем больше у него эта составляющая рейтинга, тем больше общий рейтинг этого отеля, тем лучше у него общий рейтинг при выдаче на сайтах. Еще один очень мощный инструмент, который мы в прошлом году полноценно внедрили на свои сайты, это работа с рейтингами от гостей, которая в свою очередь разделяется на две части. Первая часть — это работа с отзывами от гостей в режиме реального времени, когда у отеля есть возможность оперативно отреагировать на какие-то недочеты, заявленные гостем в блиц-опросе в виде смайликов или антисмайликов. И вторая часть — это работа с уже опубликованными отзывами, когда у отельера есть возможность взвешенно ответить на, например, негатив, и таким образом дать понятие следующим гостям, что отелю не безразлично, что о нем думают, какие о нем отзывы оставляют, таким образом получить шанс на исправление негатива по отзывам, который может у него накопиться. Это что касается рейтинга по отзывам и по работе с отзывами. Ну и, наконец, возвращаясь к первоначальному вопросу, мы за прошлый год провели примерно 11 тысяч улучшений в своем экстронете, то есть больше одного улучшения каждую минуту, что означает, что мы постоянно работаем над доводкой алгоритмов, над усовершенствованием именно экстронета, над улучшением всех функционалов, над повышением удобства использования всех функционалов. И общая цель такая — сделать жизнь отельера как можно более простой и удобной, чтобы каждый день, заходя в экстронет, либо с настольного компьютера, либо с мобильного устройства, он мог видеть, что происходит с его отелем, какие нужно предпринять действия прямо сейчас, что нужно сделать, чтобы улучшить рейтинг, что нужно сделать, чтобы повысить доходность и так далее. Раз уж мы заговорили о мобильных устройствах, то очень важная часть продаж на наших сайтах как раз происходит через мобильные устройства. Тенденция, в принципе, общемировая. Если говорить о Юго-Восточной Азии, то они лидеры в продажах всего, чего бы то ни было, в том числе и путешествий через мобильные устройства. Если говорить о России в целом и о Москве в частности, то в Москве продажи через мобильные устройства по итогам четырех месяцев этого года уже достигли 13% от общего количества. За прошлый год они выросли на 70%. Это очень хорошая цифра. Поэтому мы разработали и продолжаем усовершенствовать свои мобильные приложения для ательеров, в первую очередь. Это мобильные приложения Expedia Partner Central. И, конечно, для гостей. Все наши бренды имеют полноценные приложения для мобильных устройств, которые мы всем рекомендуем скачивать, просматривать для получения какого-то фидбэка со стороны как гостей, так и отельеров. На мой взгляд, самая главная ошибка отельеров в целом – это непонимание своего конкурентного набора. Это самая главная, самая критическая ошибка. Потому что если отель не понимает, кто его конкурент, он вряд ли сможет правильно выстроить свою стратегию продаж, потому что либо отель вообще не понимает, что он делает, есть такое, либо отель понимает, что он делает, но основывается на неправильных предпосылках, делает, соответственно, неправильные выводы. Потому что если отель А условный хочет видеть своих конкурентов отелей B, C и D, которые на самом деле его конкурентами не являются, он будет принимать ошибочные решения, проигрывая таким образом тем самым отелям и B, и C, и D, и всем остальным. Поэтому что мы сделали? В наборе услуг, который предоставляет на наших сайтах в экстронете раздел «Аналитика», имеется возможность выбрать каждому отелю до 20 отелей конкурентов. На основе этих выбранных 20 отелей конкурентов будет составляться вся отчетность, все подсказки, вся аналитика, в том числе и аналитика по РФПЛАС, по загрузке рынка, по рекомендациям. Это очень мощный инструмент. Мы при каждой встрече, при каждом разговоре продолжаем его упоминать отельерам, обязательно пользоваться им, обязательно понимать, что происходит на рынке, обязательно понимать, какие отели являются конкурентом того или иного специфического отеля. Это очень важно. В принципе, система сама выбирает 5 конкурентов отеля, основываясь на географическом признаке и на средней стоимости номера, но мы обязательно рекомендуем отельера просмотреть, что выбрано автоматически и при необходимости поменять на те отели, которые действительно являются конкурентами. Кроме этого, в разделе «Аналитика» есть такое замечательное свойство, замечательное функции, потерянные брони. Отель может видеть, куда ушел гость, посмотрев его отель, свой собственный отель. И если отеля, куда ушел гость, нет в списке конкурентов, добавить в список, потому что это явно его конкурент. Очень мощная функция, очень интересная, очень большой отклик она получила от отельеров. И, насколько мы видим, все больше и больше отельеров, не только в Москве и области, но и по всей России, начинают работать с «Аналитикой», начинают работать со списком конкурентов, выстраивая таким образом правильный сет для принятия решений. Не секрет, что кадров на отельном рынке постоянно не хватает. Это давняя тенденция. Мы видим, что люди перемещаются из одного отеля в другой, появляется то там, что здесь, постепенно, в принципе, улучшая свою квалификацию. Но в среднем мы видим, что контингент, с которым мы общаемся, остается примерно тот же. С другой стороны, мы все-таки видим, что средняя квалификация отельера, с которым мы работаем, повышается. Тем более, что рост количества отелей как таковой все-таки принудил рынок образовательный каким-то образом отреагировать и выдать на гора большее количество более адекватных специалистов. Не только тех, кто каким-то образом случайно оказался в отельном бизнесе, но и настоящих специалистов. Но с третьей стороны, такого рода специалисты имеют больше шансов для продвижения. Они все чаще и чаще оказываются в крупных, в том числе в сетевых отелях, таким образом освобождая место для молодых специалистов, которые, в свою очередь, тоже требуют постоянного обучения, постоянного повышения квалификации. Этот процесс, в принципе, не может остановиться. Мы видим, что он повторяется вновь и вновь. Как только предыдущий, наученный нами специалист уходит куда-то на повышение, мы должны провести тренинг, должны провести обучение для новых специалистов. Потому что, в принципе, уходя, специалист, обученный в том числе и нами, уносит с собой знания, как бы он не старался их оставить на прежнем отеле. Приходится обучать сотрудников, которые приходят на освободившиеся места, все вновь и вновь и вновь и вновь. В принципе, у нас эта система отлажена, у нас есть хорошая функция помощи, у нас есть большая команда службы поддержки отельеров, о которой я еще дополнительно расскажу, у нас есть большая команда менеджеров по развитию рынка, о которой я тоже дополнительно расскажу. Поэтому этот процесс бесконечный. Обучать можно и нужно всегда. Никогда развитие не прекратится, потому что мы привносим на рынок все новые и новые функции. Отелей появляются все больше и больше. Поэтому волны обучения будут продолжать накатывать и накатывать. Что касается общей оценки квалификации в сравнении с другими регионами, сложно сказать, что город А имеет гораздо более полноценных специалистов, чем город Б, потому что все очень сильно зависит от личного человека. Если человек тот же самый переехал из города в город, он унес квалификацию с собой. Да, есть специфические рынки, условные какие-нибудь, не буду даже называть, регионы-регионы, где, конечно, уровень может быть в целом пониже. Это объяснимо. Там, в принципе, ниоткуда взяться полноценным квалифицированным специалистам с нуля. Они должны туда каким-то образом попасть. Вы упомянули экспатов. На начальном этапе развития в тех же самых сетевых отелях в региональные отели присылаются экспаты. Это для развития общего уровня персонала, для подъема квалификации персонала, для высева зерен обучения и зерен знаний. То же самое происходит и в независимых отелях. Постепенно знания перетекают из крупных центров, из Москвы и Санкт-Петербурга, региональных центров в регионы. Это происходит не так быстро, как хотелось бы, но это происходит на фоне взрывного развития интернета, на фоне очень хорошего развития онлайн-бронирования, на фоне роста строительства отелей, несмотря ни на какие кризисы. Поэтому сравнивать с точностью до процента, наверное, вряд ли удастся, что вот здесь так, а здесь хуже или лучше. Везде по-разному. Также хотел упомянуть о том, что не только функционалы, не только алгоритмы, не только инвестиции в технологии развиваются, но развиваются также и команды, которые поддерживают отели, в том числе и в России, в том числе и в Москве и Московской области. У нас по всему миру работают более 20 тысяч сотрудников, в том числе более 3 тысяч сотрудников в сфере маркет-менеджмента. Это то направление, которое поддерживает отельеров, которое подписывает отели для представления на сайтах, которое оказывает им поддержку после подписания, которое ведет отели и помогает им развиваться. Более 3 тысяч человек по всему миру, в том числе наш офис по России и странам СНГ в Санкт-Петербурге, в котором уже почти 20 человек на сегодняшний день. Он продолжает расти, продолжает поддерживать отельеров в России, Украине, Грузии и странах СНГ, которых на сегодняшний день с нами работают уже почти 3 тысячи. У нас есть свои особенности по развитию. В Москве в данном конкретном случае занимаются 3 человека. Я, моя коллега Екатерина и мой коллега Илья. Екатерина и Илья находятся как раз в офисе в Санкт-Петербурге. И как раз на этой неделе мы все вместе приезжали в Москву для проведения конференции ежегодной для партнеров Экспеди. Недавно мы открыли третью лабораторию по отслеживанию поведения гостей. Мы это называем custom behavior. Она находится в Сингапуре, теперь третья лаборатория. И там действительно мы отрабатываем те самые моменты, о которых я упоминал ранее. То есть поведение гостей, каким образом лучше всего нам следует построить свои сайты, каким образом их оптимизировать для того, чтобы максимально привлечь гостей и получить в итоге максимальную конверсию для отелей. Когда мы видим, что какая-то кнопочка работает лучше, чем другая, какой-то дизайн работает лучше, чем другой, какие-то функционалы работают лучше, чем другие. Все это обязательно тестируется. За прошлый год у нас было проведено более 3000 подобного рода тестов. Хотел упомянуть нашу службу поддержки отельеров которые находятся в Праге. В ней на настоящий день русскоязычных агентов порядка 10. Команда продолжает расти и развиваться. Доступна для отельеров в рабочие дни с 7 до 7 вечера или с 8 до 8 вечера, в зависимости от сезона, в зависимости от зимнего времени. Отельеры об этом знают. Отельеры, если не знают, то должны узнать. Она называется Assistance Russia. Есть московский телефон, есть колл-центр, в том числе и для гостей, для решения вопросов. Поэтому мы обязательно заботимся как и о отельерах, так и о гостях со всех точек зрения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!